Минпросвещение России рекомендовало регионам запретить использование WhatsApp и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса. В частности, речь идет о WhatsApp, Viber и Skype. Ведомстве пояснили, что ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации. Однако там не уточнили, идет ли речь о федеральных рекомендациях или собственной инициативе региона. Участники родительских чатов в ряде российских регионов сообщили, что родителям школьников учителя рекомендуют перенести свое сообщение из иностранных мессенджеров. Так, в Нижегородской области они советуют исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов, а в Амурской создают чаты для родителей в Телеграме вместо уже предпочитаемого теме WhatsApp. Был популярный Facebook, сейчас он ушел, был популярный Instagram, сейчас его замена пришла в TikTok. В TikTok тоже через пару лет заменят какая-то другая новая популярная сеть. Также была мода на WhatsApp, сейчас большинство пользователей приезжают в Телеграм. Но для образовательной среды и поддержки российского программного обеспечения, мне кажется, эта история отчасти правильной, в том плане, что контент, он будет все-таки под лучшей модерацией и более адресной. О возможном переходе зарубежных сервисов на российские аналоги эксперты говорят уже давно. Еще в апреле Минцифры составила список соцсетей, мессенджеров, сервисов и программ, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов. Оно рекомендует соцсети ВК, Одноклассники, Япи, Ярус и Мой мир. Также мессенджеры Телеграм, Там-Там, Тенчат, ICQ и Фризби. Страницы в соцсетях к 1 декабря обязаны появиться у государственных органов и под ведомственных им организациях. В сентябре правительство утвердило две соцсети, пригодные для исполнения этого требования – ВКонтакте и Одноклассники. Мне кажется, что позитивно скажется в первую очередь на российском рынке IT-индустрии, в том плане, что больше пользователей будет пользоваться российским программным обеспечением, что полетят за собой инвестиции как внутренние, так и внешние, от рекламодателей и так далее. По словам экспертов, регулирование родительских чатов – скорее частная инициатива на уровне учителей или директоров школ, при том, что WhatsApp уже не первый год служит учителям для решения рабочих вопросов, переписки с родителями и учениками. В целом, уход WhatsApp с телефонов российских граждан будет печальным для всего населения без исключения, ведь тогда интернет-мир лишится величайших мемов из родительских чатов. Блин, я падаю, блин. Столько домашней работы им дают. Окружающий мир пять листов дали, блин. Рисовать, заполнять, листья клеить. И вообще обнаглели. С ума сходят, что ли, они? Я Сабина, мама. У Сабины кроссовка потрелся. Он уже неделю домой идет, кроссовка нет, говорит. Ваш класс поставил он. Куда он пропал? Кто у вас берет? Или учителя берет, или уборца берет? Отметим, что идея перевести учителей школы, преподавателей вузов на отечественные мессенджеры прозвучала еще в 2021 году в рамках госпрограммы создания дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Ну а чего ждать дальше, покажет время. Карина Саяхова, Универнёс.